Сергей Павлович, последний, там один мешок остался, кажется. Совсем уже темняется. Вон из-за туч показывается луна. Нынка, она рождается. Ой, облака как тихут. Матушка идет, проработал. Давай, проходи. Ты работала отлично. 80 лет и работает как машина. Агрономом была, не просто так. Техникум, потом институт, аграрный. Сейчас, вот это вот надо взять. На, в руке отнесешь, там в стенках поставишь. Нож, чтобы не выпал. Держи. Так, сюда подойдите. Дядя Сергей сейчас подойдет. Я попытаюсь его уговорить не ездить. Вы сейчас не давите на него ехать. Вы понимаете, что это в руках его ваша жизнь. Мы ехали, он заснул. Одна секунда, и мы все погибли бы. Я, может, поднялся в сиденье, ни раньше, ни позже. А какое лекарство? Никакого. Только одно. В сторону свернуть, выключить мотор и спать. Он может ехать открытые глаза, но ничего не видеть. Я разговаривал с такими людьми, что не могу ничего сказать. Сережа, очень прошу, не езди сегодня. Целый день работали, вчера ехал. Это смертельно опасно, глядя на ночь. Они просто не понимают, что делать. Что-то будет, ничего не будет. Нету, машина сломалась, вообрази. Сломалась, он заболел. И все. Не гоните горячку. Глядя в ночь ехать, какая нужда. Ты наоборот радуйся каждой минуте, что побыла здесь. Пьянь да дрянь каждый день. Нужно вам это. Вы наоборот упрашивайте его, чтобы остался. Вот. Сергей подойдет в погреб. Идем. Брата владеет. Считай, сколько. Считай, сколько. Считай. Просто смертельно опасно ехать в ночь после такой работы. Вчера, сегодня только приехал, считай. Ну, в ночь вчера приехал. Дорога еще какая. Дорога хорошая. Выспитесь, утром пораньше можно встать, поехать. И там будете. Завтра воскресенье. Спасибо, Христос, помощь ваша. А себе-то там мешки-то я тебе оставил? А что, разбираться? Мы там посчитали, хотя бы семь. Пять я возьму, семь не буду. Ну ладно, пять там подашь кому-то. У тебя есть. Никому не подам ничего. Никому не подашь? Нет. Потом привезете, на машине разберут. У нас перегруз. Мы не можем привезти. Перегруз. Мы не можем. Тут все остается. А этот ты взял бы по одной. Люди бы молились, благодарили Бога. А ты-то еще, может быть, и приехал бы. Андрей этот говорил, я помогу. Ну, что-то никак. Какой? А у которого Валерия, жена. А он отказался. Ну, я говорю, он говорил. У меня, говорит, прицеп есть. Если в случае чего говорить, я могу вам помочь. Он отказал. Я же ему звонил. Причина-то какая, отказался? Не назвал причину. Как? Не назвал он причину. Не назвал? Обстоятельства непредвиденные. Какое-то там как-то написал. Ну, может такое быть. У меня не зависящие. Ну, это может быть. Ну, я говорю его слова, как он говорил. Я не напрашивался. Он не отказывался. Ну, что-то случилось. Ну, мало ли еще бывает. Помоги, Господи. В каждом мешке по три небольших ведерка. Мы их называем котелики. Нормальное ведро. Это 13,5 килограмм воды. Тормальное ведро. Тяжелое они. Надо под вас сыпать. Ну, не робщик, который нет. Он все. Мешки столь жалко. Сейчас закрыть. Тущи идут. Слава тебе, Господи. Вот, лови. Ну, по лошадях. Ну, что в камазах. На мешок по лошадях, что там холодно, хорошо будет. Так, ну еще. Что, собрались? Да. Так, дядя Вова. Все, закрывай. Рыбу отдать туда всю. Который написал. Какую всю именно? Алексей приехал. А что именно? А? Какую всю рыбу отдать? Ну, которую у нас караси-то есть. В город отправить. А у него войдет разве? Я не знаю. Там же целая ванна. Не знаю. По тяжести-то у него не войдет, наверное. Ну, рыба-то, по-другому, не так тяжело это будет. Не знаю, она тяжелая. Можно в бащок поставить опять. Тяжелая. Наложить бащок полный. Не знаю. Так, все. Я подсветку даю. Ну, что, я тоже поехал. Да, с Богом.